Прошло немало лет, я думаю, уже лет пять, как растет этот вариегатный плющ на этом месте. И у меня была задача спрятать этот столб, выкопать его. Я не в состоянии, просто у родителей была теплица, и были капитальные бетонные столбы вкопаны. А моя задача, этот столб полностью закамуфлировать вот этой красотой. Видно, что растет во все стороны, уже хороший рост пошел. И сейчас я попробую подвязать эти плети и направить их по столбу. То есть наша задача следить за растениями, за их ростом и помогать, если нужно это делать. Видно, что подвязала некоторые плети к столбу. С этой стороны не очень красиво смотрится, но постепенно столб весь зарастет этими плетями. И тогда столб будет полностью спрятан и будет красивая колонна. Так что наша задача направлять растения в ту сторону, что нужно нам для дизайна. А в дизайне плющ очень красив. Сейчас я вам покажу стеночку из плюща. Супруг еще, когда был жив, делал эту стеночку. У меня есть сюжет. И посмотрите, как красиво, плотно, не спадает плющ вниз по этой стоечке. Обвил всю стойку и не видно основания, на которое мы его направляли. С какой стороны не посмотри, он красиво смотрится. Естественно, что он растет. И ты хочешь в кадр, да? И ты хочешь в кадр. Ты помощничек мой, чипик. И я обрезаю, чтобы была определенная форма. Ну то, что обрезать плющ надо, потому что за лето он очень хорошо вырастает. И меня часто спрашивают, посадила плющ, а он совсем не растет. Подождите, после пяти лет ваш плющ будет прекрасно расти, так же, как растет у меня. Наш плющ посажен в 2005 году. И я делаю ему обрезку за лето два, иногда три раза. Видите, молодую поросль. Это все наросло после обрезки. Надеюсь, новичкам информация о плюще пригодится. С вами Екатерина Молдова и мой сад. С вами Екатерина Молдова и мой сад.